Отвал, отвал. О, молодец. Молодец. В такие моменты Рамазан Хашиев чувствует, что занят своим делом. Личное подсобное хозяйство Хашиевых претендует называться фермерским. Животных фермер привозят из разных уголков страны. Эти молодые козлята, например, из Таврополя и Краснодара, хорошо уживаются вместе, шутит Рамазан. Теперь у фермера своя порода дойных коз. Рамазан – ценитель самого главного земли и всего, что она дает. В своем хозяйстве он делает все сам. Смастерит для гусей подстилку, птенцам поможет вылупиться и даже кроликам. Их у фермера, к слову, четыре десятка. Разводит мужчина как диких, так и породистых. Или, как он их еще называет, производственных. Только один, этот белый ушастик, дает до 12 килограммов мяса. Сейчас пушистое семейство пополнилось маленькими крольчатами. Вот они маленькие, лежат в пуху. Их трогать нельзя руками. Могем, шевелить. Пухом закрывает она их. Пускай сидят. Здесь окролились тоже самое. В пуху лежат тоже. Они каждый месяц крыльются штук 8-12 по-разному. Индюки, гуси, куры и даже охотничьи собаки таким богатством зачастую не может похвастаться подчас и фермер со стажем. Тем более, что все они разных пород. Рамазан часто выезжает на сельхозьярмарки. Диких гусей привез именно оттуда. Пернатые уже успели облюбовать небольшой водоем, построенный фермером. Он расположен в центре сада. Еще одна гордость и Рамазана. Здесь фермер не только выращивает фрукты, но, как и мичурин, увлекается селекцией. На одном дереве прививает и выращивает подвой нескольких разных сортов. Груши, яблоки, виноград, персики, миндаль, черная абрикоса есть у меня, орехи есть, фундук крупный, большой. Все, что в этом республике растет, у меня в саду растет. Калина вон растет. Этот молодой куст, там у меня дальше много калины очень. Яблоки остались вон чуть-чуть еще, висят. Каждый день ухаживаешь, смотришь за ними, бегаешь. Ну, нормально. Растет все. Если ухаживаешь, растет. Не ухаживаешь, не растет. Высыхает все. Заниматься большим хозяйством Рамазану помогает семья. Дети собирают урожай, а жена, как истинная хозяйка и ветеринар по профессии, присматривает за скотиной и занимается заготовками на зиму. Молоко, мясо и свежие фрукты – все свое, а главное – экологически чистое. Все время занимаюсь хозяйством. Питание я не покупаю ничего в магазине. Муку и сахар. А остальное – свое. Все, что мясное, молочное, все, что хочет, все свое. В целом в Ингушетии на сегодняшний день основную долю в общем поголовье рогатого скота составляют крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели и частные хозяйства. По статистике Росстата за период с января по сентябрь текущего года численность овец и коз насчитывает около 150 тысяч голов, на 5,3% больше соответствующего периода 2017 года. Численность птиц тоже увеличилась на 16% и составляет больше 300 тысяч. Чтобы личное подсобное хозяйство послужило для развития животноводства в республике, мечтает и наш герой. Рамазан планирует взять в аренду дополнительно еще десятых гектаров земли для выпаса коз, пока которых держат на заднем дворе.